Здравствуйте, девочки! Привет вам, Аддита из Солнечной Канады! Сегодня мы в Винерсе, то есть Т.Г. Макс, то есть Маршалс, это все один и тот же магазин. Как вы видите, уже осень вовсю рулит, уже такие теплые кофты повывешивали. Каждый год одни и те же, кстати. Пальто, в общем, свитера полно. Вот этот фасон кофт, который я показала только что, они прям каждый год всех брендов вешают, продают одно и то же, уже лет 10, наверное. Так, ну что, сегодня мы вдарим по тяжелому люксу, по тяжеленькому такому, знаете, люксу, но его оказалось не так уж и много. Так, давайте смотреть, потом буду рассказывать, что к чему. Сумочка Гуччи, прозрачная, пластиковая, с розовой такой отделкой. Ну, детская такая, по-моему, на мой взгляд, но цена не детская, как вы видите. Ну, как люкс тяжелый, конечно, как аж детская цена, цена, что не на из-за взрослых. Значит, каждый год они привозят в это время, вот в этот самый Виннерс, люксовые вещи, настоящие. Вот Гуччи, Селин, как вы видите, это туфли Селин за 300 долларов. Кстати, мой размер 5,5, но я как-то такие не ношу, знаете, не мой фасон. Вот, значит, это сумочка Сибай Хлоя, это такой дочерний бренд фирмы Хлоя, видите, она 380 долларов, она дешевая. То есть, как бы, это более дешевый вариант, более бюджетный вариант фирмы Хлоя. И я посмотрела, мне просто стало интересно, я посмотрела, вот нашла ее на сайте магазина Хлоя, и стоит она вот столько. То есть, как бы, конечно, налицо выгодная покупка в магазине Виннерс. В магазине Виннерс стоит намного дешевле. Это тоже Хлоя, смотрите, какая смешная, такие поросята вообще, свинтосины. Я долго не могла найти, стоит она 1300 долларов, я долго не могла найти, что за бренд, потому что нигде как-то он не обозначен. Вот поросята, рисунки такие, знаете, этнические, я бы сказала, хотя я не знаю, что за этника. Поросятов, ну, в общем, кто-то прикалывался, наверное. А потом нашла внутри вот эту вот книжечку Хлои, поняла, что это за бренд. Я не знаю, я правильно говорю, Хлоя или Клоя, у нас по-разному это произносят, если честно. Вот еще одна сумка тоже Хлоя, Хлоя. Здесь уже прямо написано сверху, и как бы понятно, что это за бренд. Сумочки маленькие такие, совсем крошечные такие, ведерочки с мешочками такими, знаете, из ткани внутри. И вот эта вот фирма Луэве за, не вижу цену на озвучки, сколько, сколько, много, в общем, дорого. Предыдущие, кстати, сумки Хлои я не нашла на их веб-сайте. А вот эту вот Луэве я искала, просто мне было интересно посмотреть, 2000 она стоит, да. Мне было интересно посмотреть, сколько она стоит на их веб-сайте. Я точно такую же не нашла. Нашла похожую, примерно по размеру. И вот она стоит 3200 канадских долларов, что, конечно, значительная разница. Если вы покупаете ее в Инерсе, вы как бы намного-намного меньше за нее платите. Дальше у нас идут шмотки брендовые. Значит, вот это вот за 500 долларов такая шуба, искусственная курточка в шубах. Джаст Кавали. Ну, красота в ней только внутри, по-моему, вот эта вот подкладка под животное, анималистичная. А снаружи такая, ну, вот просто такая искусственная чебурашка, совершенно неинтересная. Но Джаст Кавали, конечно, это что-то стоит, наверное. Так, еще одна такая, знаете, вот кофта на замке, как с начесом, такая тоже такая некрасивая, совершенно, ну, вот некрасивая. Ничего в ней вообще нету. Но это Эмпория Армани, поэтому вот стоит у нас только, сколько она стоит. Эмпория Армани – это тоже не совсем Армани. Это как бы бюджетный вариант бренда Армани. Ну, бюджетный в кавычках, да. Ну, в принципе, он дешевле, чем сам бренд Армани. Так, это свитер красный. Значит, производитель его компания Deric Lam. Стоит он 99 долларов. И, ну, так на вид свитер и свитер, но казалось, что это 100% кашемир. Вот, видите, написано 100% кашемир. Что, в общем-то, за 99 долларов это совсем неплохо. Потому что в Винникло вещи стоят кашемировые по 100 долларов. Вот это вот сам Deric Lam. Мне стало интересно, кто это. Это дизайнер. Вот так вот он выглядит. Родился он в Сан-Франциско, в Америке. А вот это свитера, которые они продают на их веб-сайте фирмы бренда Deric Lam. И стоит он 275 долларов. Кашемировый свитер. То есть покупка свитера за 100 долларов в Виннинерсе тоже довольно выгодная сделка. И довольно выгодная покупка. Так, это такая накидка черная с таким помпончиками меховыми. Искусственный мех, конечно, ненатуральный. Это бренд Kate Spade. Я вам про него уже рассказывала в своем прошлом видео. Что за компания, про хозяйку этого бренда. Это, значит, ну, он такой не очень дорогой бренд. Относительно недорогой. Это не люкс. Это, скажем так, middle сегмент. Но здесь он висит вместе с люксами. Потому что, в принципе, это, ну, как бы из таких дорогих брендов. Так, это свитер компании RIS. RIS это английская компания. Тоже он стоит 100 долларов. Я потом проверила его состав. Там шерсть и махер. Кашемира нету. Но, в принципе, состав тоже неплохой. Так, это свитерок Missoni. Ну, вы видите, такие типичные полосочки. Для Missoni это вообще характерно. Такие разные полоски разного цвета. У них есть такой рисунок в елочку, а есть просто рисунок в полосочку. Значит, стоит он... Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Я что-то не могла найти цену. Вот. Стоит он 250 долларов, что, конечно, немало. Ну, это как бы бренд Missoni. Это известный бренд. Он не дешевый. И на вид, ну, вот просто свитер в полосочку. А цена такая, ну, немаленькая. При этом, что это цена аутлета. То есть, как вы понимаете, что в самом магазине Missoni этот свитер стоил бы намного дороже. Вот я нашла у них онлайн подобный свитер. То стоит он 1220 канадских долларов. То есть, 250 долларов это вообще бесплатно для подобного свитера. Так, что это у нас такое цветное, красивое, в цветах, такое гавайское разноцветие. Это, по-моему, тоже Just Cavalli рубаха. Топик такой, блузка. Очень-очень цветная, очень цветастая. За 160 долларов тоже. Я вот не знаю, Just Cavalli это Cavalli или это какой-то их тоже дочерний, так сказать, бренд более дешевый. Вот это тоже свитер Missoni, но он значительно дешевле, чем предыдущий. Не знаю почему. Может быть, полоску стоит дороже, а без полоски. То есть, полоски Missoni стоят денег. Missoni без полосок стоит значительно дешевле, потому что не угадывается сразу бренд или не видно, что это за бренд. Хотя, по-моему, свитер в полоску может быть абсолютно любого бренда. Вот тот вот в полоску я как бы не... Если бы я не знала, что это Missoni, я бы никогда не угадала. Но я не специалист. Может быть, есть люди, которые с первого взгляда могут угадать, как бы, что за бренд. Вот я решила приложить к себе этот свитер Miss. Мне понравился его цвет. Он такой пыльный розы. На камере не очень видно. Он красивее, на самом деле. Здесь он такой бледный-бледный, а так он немножко розоватый. Размер Large. Не знаю. На вид такой он большой-пребольшой. Не знаю. По-моему, у них размеры довольно крупные, довольно большие. Вот этот тоже рис. Интересный такой трех цветов. Такие базовые цвета. Симпатичные. Тоже хороший состав. У него шерсть с... С кашем... Не, не с кашемером. Шерсть с махером. Стоят они по 90. По 99. Снова Just Cavalli. Это такая гибрид змеи с леопардом, по-моему. Да? Ну, в общем, что-то анималистичное. Очень такой... Дикие джунгли. Такой худи Love Moschino. Красный. С вышивкой. Вот это вот написано Love Moschino в квадрате. Это вышивка. То есть, как бы, это не картинка. И снова вот этот свитерок от бренда Seabye Chloet. Он стоит 150 долларов. Не очень дорого. Хорошенький свитерок. Такой, знаете, ажурной вязки, белый, симпатичный. С горлышком. Ну, за 150 долларов, если честно, я думаю, что такого типа похожий свитерок можно купить долларов за 30-40. Так, все. Мы кончились с... Мы кончились с люксом. Люкса было в этот раз очень мало. Или расхватали, я поздно пришла. Или, как все в этом году, знаете, не завезли. Не доехала. Давайте посмотрим. Вот тут у них есть очень довольно такая бюджетная бижутерия. По 10-15 долларов. Сережки, браслеты, кулоны. Все очень миленькое, симпатичное, бюджетное, недорогое. Каких-то брендов, я даже не знаю точно. Был там ГЭС браслет, в общем. А это все какие-то названия, какие-то ноунеймы. Ну, господи, бижутерия. Ну, ладно, что там уже? Может быть и ноунейм. Ничего, так сказать, страшного в этом нет. Это такое на один сезон поносить. И вот, слушайте, браслет прямо из Пандоры. Он стоит 35 долларов. И такой, знаете, как будто браслет уже с шармами собранными. Я знаю, у меня есть Пандора браслет несколько, есть много шармов. Я вам хочу сказать, что я бы вот на руке у человека не отличила, что это не Пандора. Если забирать такой браслет в Пандоре, это будет стоить, наверное, тысячу долларов. А здесь за 35, вуаля вам, пожалуйста. Как бы, кому очень нужно, то не нужно тратить большие деньги. Так, что тут у нас еще? Продолжаем смотреть, разглядывать бижут. Всякие цепочки, в общем. О, вот это я вам хотела показать. Слушайте, это стенд с темными очками. Должен был бы быть. И всегда, всегда в это время, он, знаете, вот все вот эти вот дырочки, в каждой из них торчит по паре темных очков. То есть вообще он забит. Там невозможно их выковырять, чтобы померить. А сейчас, смотрите, пусто, по-моему, 5 пар темных очков. И все. Это, знаете, у меня такое впечатление, что в мире что-то сломалось. И мы никак не можем это починить. Ну, с другой стороны, зато навезли кучу всяких аксессуаров для волос. Вот эти вот заколки по 8 долларов из жемчуга, которые уже, по-моему, год как вышли из моды. Но тут вот их наконец-то, наконец-то довезли до Винерсы. И повесили, значит, на, пожалуйста, на всеобщее обозрение. Покупай не хочу. Это кошельки всякие. Это Томми Хилл Фигер. Ну, вот они тоже довольно бюджетные. И такой Томми, и сякой Томми. Стоят они 25 долларов. Вообще, можно сказать, практически гарм. Я не знаю, сколько они стоят в магазине Томми Хилл Фигер. Но, в общем, здесь они в этом магазине довольно дешевые. Черные, синие. Вот это вот синий такой с их конвой как бы вот фирменный Томми Хилл Фигер. Так, это пояс Майкл Корс. Боже мой, как же он похож на Гуччи. Так хочет сказать Майкл. Майкл, как тебе не стыдно воровать идеи у других брендов? Ведь не дешевый же бренд Майкл Корс. А ворует идеи похуже, чем любая Зара. Ну, в общем, пусть это будет на их совести короче. Я, конечно, вот метнулась к такой хорошенькой сумочке с вышивкой. Я не могла пройти мимо нее. Тут тоже что-то под звери под какого-то. Такой клатч вечерний. Вот, и шляпа. Кто так чихнул рядом со мной сейчас громко? Я аж метнулась от сумок подальше. Аж до шляп долетела со страха. Так, это шляпа с такими бесподобными цветочками. Шляпа для шляпы для шипокляк. Под фасон шипокляк. Так, следующая шляпа напомнила мне. Шляпа для профессора Плейшнера из фильма «17 мгновений весны». Вы помните, там был такой герой. У него была такая смешная мятая шляпа, если я ничего не путаю. Вот мне как-то эта шляпа напомнила. Да, и красная шапочка. Красная шапочка. Конечно, захотелось мне стать красной шапочкой. Я не могла пройти мимо нее и стала ее, значит, пристраивать к своей голове. Ну, что-то она какая-то... Не то шляпа оказалась кривая, не то я ее криво надела. Вот мне кажется, при просмотре потом видео я поняла, что я надела ее немножко как-то наперекосяк. То есть вот эта тулья с вмятинами, она должна быть ровно посередине головы. А я как-то ее надела немножко боком, поэтому поля какие-то получились неравномерные и кривые. Я вот их пытаюсь как-то поправить, расправить. Но просто мне кажется, что я ее надела криво. Когда я это поняла, я вернулась в этот магазин на завтра, решивши померить ее еще раз, потому что шляпа мне понравилась. Захотелось мне ее купить. Но шляпы уже не было. То есть ее уже купили. Все. У нас что не купил, то все. У нас все разметается моментально. Народу много, товара мало. Вот эта сумочка мне тоже понравилась. Хорошенький цвет такой. Красивый цвет. Такой, знаете, морской волны, темной морской волны. И с фасонами плохой. И такой подсофьяновой кожей. Она, конечно, не кожаная, потому что стоит она 50 долларов. Не может быть, она кожаная. Я тоже ее крутила, вертела, подумала, 50 долларов. Мне что-то жалко. У меня много сумок. Но цвет мне понравился необычный. У меня нет такого цвета сумки. И на следующий день, когда я вернулась померить снова шляпу, ее уже не было тоже. Вот. Решила я попримерять немножко пальто. А вот это пальто неплохое. Но, вы знаете, оно просто на камере как-то выглядит каким-то таким бледным. И плюс у меня там одежда моя, получается, как-то из-под пятницы, суббота, как-то не очень. Не ахти. Хотя оно неплохое. Вот это пальто итальянское. Оно не черное. Оно темно-синее. Буклированная ткань такая. Написано, что это made in Italy. Сделано в Италии. Это размер large. Ну, как раз. Хорошо такой оверсайз. Можно под него надеть свитер. В общем, неплохое пальто. Сидит даже неплохо. И такой глубокий синий цвет. Вот. Так называется бренд. Я не буду произносить, потому что не знаю. Не уверена, что правильно произнесу. Вот размер large. Заинтересовалась я его составом. Made in Italy. И 100% полиэстер. Облом. Как-то так не очень мне это понравилось. Но за 129 долларов я вам хочу сказать, что это не может быть ничего другого. Все, девочки. В следующем видео будут примерки. В примерочной. Все, как вы любите. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик. Ставьте мне лайк. Люблю. Целую. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.